Анатолий Васильевич Попов Буквально через несколько дней, 16 февраля, в Одинцовском историко-краеведческом музее откроется Ваша персональная выставка. Я еще хочу отметить, что Вы являетесь сотрудником музея. Да, совершенно верно. И преподаете там своим почитателям, своим ученикам. Я горжусь тем, что я сотрудник Одинцовского историко-краеведческого музея. Еще я горжусь своим коллективом замечательным, который дает мне возможность работать. Говорят, ну мы тебя отпускаем к Мольберту, вперед. А дальше я уже несу следующую работу, следующую, следующую, следующую. Все-таки персональная выставка, это всегда очень серьезно, это всегда очень ответственно. И самое главное, наверное, это в первую очередь для художника очень сложно. Ведь нужно выбрать из огромного количества хорошего материала, ну вот то самое зерно, которым придется удивлять посетителей выставки. Я всегда стараюсь делать каждую работу добротно и с любовью. Мой друг Григорий Анчуков, директор Новохоперского краеведческого музея, он говорит, Анатолий Васильевич, делай с любовью, и все получится. А тут я избрал темы, великолепные, благодатные темы, такие как «Постоим за Русь», «Творцы российской славы», «Поклонимся великим тем годам», «Святыни», «Земля родная». И вот время от времени то я в одной теме, то в другой, поэтому мне не приходится... Но все пронизано любовью к родине, к стране, чувство патриотизма. Родина, земля родная. И, наверное, вот это в первую очередь вы хотите воспитывать и в тех людях, которые видят ваши картины. Конечно. И еще так вот сложилось, что в прошлом году с легкой руки Татьяны Викторовны Одинцовой я проехал по всем школам города и провел выставки-лекции. Так и называлась эта серия «Постоим за Русь», где рассказ о наших полководцах, о тех людях, которые защищали родину, которые строили нашу страну. Там немного было посвящения и врагам нашим. В том числе есть в этой серии картина «Наполеон. Плохая примета». Это первое в мире изображение падающего Наполеона. Его все изображают на белом коне, которого у него никогда не было. И вот, когда он искал переправу, выбежал заяц, испугал коня. Наполеон был плохим кавалеристом, плохим седоком. Конь вздыбился, и он упал на землю. Вот такая картина есть у меня. Французам она не очень нравится, а нашим просто сладость. Рука не дрожала, когда писали падающего Наполеона? Нет, абсолютно. Я торжествовал. Думаю, вот так тебе и надо. Не ходи на Русь. Но все-таки вы глубоко изучаете историю, прежде чем приступить к изображению того или иного события, будь то сражение, будь это просто исторический факт. Обязательно. Хроника, материалы. Копаю у Ключевского, Костомарова, Карамзина, Соловьева, Мавродина, не путаем с Мавроди. Замечательный был ученый, доктор наук. В Петербурге жил. Сам родом из города Рыльска, Курской области. Он исследовал княжеские рода. И вот я всегда по крупицам собираю оттуда. Потом краеведческий материал, исследую других историков. Кое-что сам нахожу. Выезжаю в те места, где проводятся раскопки, где идут поиски новинок каких-то. Вот в этом году, летом, еще раз поеду на раскопки, где нашли стан Атилы в Липецкой области, вождь Гунов, а это наш защитник. В славянских сказаниях он Атила-батюшка. Поеду посмотреть на моей родине. Прямо-таки вот в моем селе на Ялане раскопали сарматские курганы. Так что это еще пища из далекой нашей истории. И вообще-то наша история не с 8-го, 9-го, а далеко в глубине веков. Потому что в том же Атиле, я сказал, Астан его был между Волгой и Доном. И в 5-м веке нашей эры туда приезжал известный историк Приск и рассказал, что он там увидел. Но это отдельная тема. Анатолий Васильевич, я знаю, что на вашей персональной выставке огромное внимание будет уделено вашему архиву. Вы, знаю, что планируете выставить личные документы, фотографии, переписки, факты. Впервые покажу часть архива. Ну, так сказать, открою некоторые имена, явки. Пароли. Да, и пароли. Может быть, не всё, но кое-что могу показать. Но это, знаете как, люди в истории нашего государства, в истории культуры. Это заметные имена. Но они неразрывно ведь были связаны в том числе и с вами, и с вашей деятельностью, с вашим творчеством. Это творчество моё. Это моя деятельность в разные времена, потому что мне иногда приходилось бросать... Вы ведь чиновником были. Да. Приходилось бросать живопись и заниматься обустройством района или области. Мало того, что занимался там... Я же ещё создал первую в России общественную приёмную и первый общественный совет. О чём тоже будут документы. Любое слово я могу подтвердить документом. Это то, что первая общественная приёмная Владимира Владимировича Путина, которую я и возглавил. Ну, а в 2000 году по совету моего духовного наставника отца Ипполита, а он же был духовным наставником патриарха Алексия, я оставил госслужбу и занялся вот только тем, чем занимаюсь сейчас. Потому что он сказал так, «Отец, твой прапрадед, ученик Саврасова, не завершил многое. Попробуй сделать ты». Ну, и вот я принял решение. На чиновничьи места претендентов очень много, а вот на такую работу, как у меня, может быть... Ну, честно, не жалеете, что всё-таки оставили карьеру? Ну, вы знаете, как... Политику. По сути дела, я, если смотреть по табеле о рангах, в чиновничьем деле я дослужился до генерала. Этого достаточно. Так, далее в маршала я не собирался, а далее ушёл в творчество, стал академиком. Ну, это тоже что-то вроде генерала. Но, тем не менее, вот всё-таки, когда вы находились на госслужбе, продолжали ли вы писать картины? Было. Был такой грех. То есть, всё-таки кисть из рук не выпускали. Ну, несмотря, конечно, на то, что времени, я думаю, именно на творчество, оно оставалось просто крупицей. Однажды даже ко мне в приёмную приехали наши большие мастера. Мой учитель Олег Михайлович Савостюк, он создатель фирменного стиля Большого театра, Ефрем Зверьков, академик, Иван Порто и тогдашний председатель Союза художников России Валентин Сидоров. И они первые, что сказали, «А что тут ты партизанишь? Почему ты не открываешь?» Ну, а я, будучи чиновником, не мог выйти на выставки, чтобы ваш брат пресса не сказали. А у некоторых было такое... Время. То есть, у него есть время писать картины, но нет времени на что-то другое. Да, 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 да. Баклуши бьёт, так. Да ещё и в художники лезет. Мало того, что чиновник. Поэтому мне казалось, что это было абсолютно ни к чему. Но при этом, как бы, вот на этой работе я всё равно занимался творчеством, потому что по поручению губернатора Александра Владимировича Рудского в то время в Курске строилась знаменательная вещь. И это последний, самый крупный памятник в истории современной России, Триумфальная арка, памятник Жукову. Тогда приехала Маргарита Георгиевна Жукова. Вместе с ней мы работали. Тогда же она мне... Ну, у нас была с ней переписка очень интересная. Ну, тут даже у меня есть письмо. Да, 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 у вас это есть на столе. Вот несколько писем. И я тогда был ответственным за строительство вот этого монумента. Там был памятник Жукову, затем арка, и храм Георгия Победоносца. Три Георгия. А наверху, на арке, Святой Георгий поражает змея копьём. Ну, и ещё были работы, потому что вот так, такова была Курская земля. Она такой осталась, конечно, замечательной. В то время, в один период я работал директором департамента культуры и устанавливали. И устанавливали тогда в бытность мою памятник Александру Денеке, знаменитый художник. Тогда было столетие его. Потом были другие памятники. Дружил с очень интересными людьми, в том числе и Евгений Иванович Носов, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии. Когда он ушёл, мы поставили и ему памятник. Ну, а памятник Жукову – это особая история. И арка – тоже особая история, потому что туда в 2000 году, 8 мая, приехал нынешний президент Владимир Владимирович Путин. Вот тогда он отметил нас всех наградами за создание такого монумента. И он тогда сказал, в наше время соорудить такой монумент надо ещё иметь мужество. Но вы достойно это сделали в память о тех, кто когда-то защитил нашу землю. 20 лет прошло с этого события. Сегодня вы создаёте, ну, я бы тоже сказала, что это монументальное искусство в своих картинах. И более того, что, наверное, самое ценное – передаёте все свои знания и умения своим ученикам. Ведь при Историко-кроведческом музее открыта ваша мастерская. Есть такое. И вы занимаетесь с непрофессионалами, с профессионалами. То есть вы, в общем-то, никому не отказываете. Случилось так, что я приехал, посмотрел. Там, думаю, музей, он же может ещё не только что-то показать, но может и обучать. И я некоторое время работал, ну, просто приходил, нигде не значился, мне дали помещение, я там работал. А Александр Альбертович Гусев увидел это всё и сказал, а почему, ну, хоть бы человеку там на бензинный телефон что-то начислите. Так, ну, а когда стал вопрос, как создавать эту школу, как её назвать, на каких условиях, он сказал, пусть она будет бесплатной. Пока я глава города, школа будет всегда бесплатной. Так, это первое. Ну, а потом записались первые мои ученики. У нас даже есть символ, утёнок. Вы сами знаете эту сказку, но уже некоторые ученики стали прекрасными, замечательными и самостоятельно летающими птицами. Поэтому на выставке 16-го вы увидите и их работы. Сколько у вас сейчас занимается в студии? Списочный состав 57 человек, но... А возраст? А возраст от 5 до 85 и выше. Некоторые пришли в 83 года ко мне заниматься. Вот они хотели заниматься. Никогда не было условий. Это особенно жены офицеров. Туда, сюда, за мужем. И вдруг они приезжают сюда. Они говорят, мы сюда приходим, отдыхаем душой. Они творят, они создают. Ну, и есть там люди меньшего, меньшего, меньшего. Ну, некоторые вот, что называется, почти под стол пешком. И такие приходят. Поэтому я работаю со всеми. И как было указано в моем... Первая строка была, что занимаемся. Здесь школа для тех, у кого разные способности, разные возможности и разный возраст. Поэтому добро пожаловать все к нам в нашу школу. Ну, а все мы там не помещаемся, а теперь у нас же техника такая стала. И некоторые мои ученики ведут трансляцию в интернет, когда я веду урок, они транслируют. И некоторые уже привыкли, не приходят, а сидят дома и работают в своей мастерской. Вот так вот у нас занятия. Ну, и, конечно, здесь большая поддержка руководства музея. Отдают все так, занимайся здесь, лишь бы тебе было удобно, чтобы было хорошо, чтобы всем было уютно. Ну, и мы всегда доброжелательно ко всем приходящим относимся и хотим, чтобы к нам люди шли, шли и шли. И никому мы не откажем в помощи. Но начнем с рисунка. Я, знаете, как вот в подходе этом не просто пришел, намалевал что-нибудь, но и уже Репин или Шишкин. Всему надо учиться, надо пройти школу. Здесь я подхожу строго, рисунок прежде всего, а потом уже все остальное. Потом краски. Некоторых краскам вообще пока не допускаю. У вас не забалуешь? Да, наверное. А ты, Леонид Ильич, у кого вы учились вы? У меня были очень хорошие учителя, но так сложилось по жизни, что выбор у меня был такой. Музыка, литература, я до сих пор пишу стихи. Вот. Музыке я учился на оркестровом отделении и даже в одно время, почти неделю, моим учителем был великий Георгий Васильевич Свиридов. Может быть, вспомните фильм из фильма «Метель». Ну, а старшее поколение знает музыку Свиридова по программе «Время». Программа «Время» открывалась его увертюрой «Укращение огня», посвященная нашим первооткрывателям космоса. Там играл Лавров. И вот этот человек был моим учителем. что самое интересное, когда мне надо было сдавать оркестр дирижирования, приехал Кирилл Кондрашин, знаменитый тогда дирижер, и Александр Филиппович Ведерников, певец, бас, наш знаменитый русский бас, современный шаляпин, теперь уже ушедший, сын его работает сегодня в Большом театре, руководит оркестром. И вот мы встречались на одной площадке, я учился у них. И казалось, что музыка будет вечной. Потом служба на флоте, встреча с Станиславом Пожлаковым, кстати, он уроженец Подмосковья, Станислав Пожлаков это знаменитая песня, «А мы ребята, а мы ребята 70-й широты, а нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, я играл там на контрабасе». Так, ну и, конечно, рисовал. Потом моим учителем был Борис Георгиевич Джиоев, а дальше Олег Михайлович Савастюк, создатель фирменного стиля Большого театра. Ну и я сколько работаю, столько и учусь. Учусь больше всего у передвижников, пересматриваю работы, изучаю стили и продолжаю в том же стиле. Может быть, кому-то покажется, что это слишком старо, но я думаю, это все равно вечно. Знаете, в искусстве так бывает. помните эпоха возрождения, потом может наступить эпоха вырождения, а потом будет опять эпоха возрождения. И все вспомнят когда-то, что я стоял твердо на своем, никуда не ушел в фантики, вот в эту шелуху или шлак, как говорит мой учитель. Я однажды ему показываю одну книгу, и я говорю, Олег Михайлович, я это детям показывать не буду. Он говорит, да и взрослым не показывай. Поэтому у нас вот такое отношение. Я реалист, это старая школа, и этому учу детей. Прежде всего детей ставлю руку, потому что сегодня дети умеют нажимать на кнопки на своих телефонах, а вот провести линию, или окружность делать, или треугольник, или квадрат, не каждый умеет. Поэтому учу их и этим вещам. Это выставка юбилейная, ну точнее юбилейный год. Она как выставка предюбилейная, год юбилейный, а выставка это первая, но еще не открылась первая, а уже народ просит продолжения. Почему? Потому что зал не такой большой, а работ очень много, в том числе и ученических, а события у нас, вы видите, 75 лет победы. Так, и вот эта выставка творцы российской славы, она также посвящается победителям. И следующую выставку мы уже запланировали и ее нам подсказали офицеры России, что пусть будет конкретное посвящение поклонимся великим тем годам нашему солдату. И я думаю, что мы, как это говорят старики, совладаем вот с этой темой. Ну а дальше день флота, ну это июль, а перед днем флота у меня в третьем зале России после Третьяковки и Эрмитажа, зал Крамского, музей Крамского в Воронеже. На меня сегодня обозвали современным передвижником, поэтому... Назвали. Ну назвали, пусть будет так. Это у меня один товарищ говорит, как мы тебя обзовем? Да вот так. И там в галерее Крамского будет юбилейная выставка. Ее сейчас пока назначили на 1 июля. Работы уже подготовлены, они будут доставлены из моей именной картинной галереи. Земляки создали картинную галерею именную. Вот я хочу сделать такую же картинную галерею в Одинцово, но никак не получается, никак не могу найти местного Третьякова, чтобы он сказал хорошо, раскошеливаюсь, пусть будет у нас галерея. Или вот у меня сейчас есть около 40 исторических исследовательских работ на тему Одинцово. На это нужно всего 3,5 миллиона, чтобы их перевести в другой формат. Но опять нет Третьякова. Может быть будет другая фамилия. Пусть кто-нибудь с другой фамилией прославит свою и соответственно у нас тогда будет и галерея. Ведь самое главное для художника, чтобы его работы видели люди. А для этого работаем, потому что певец хочет показать голос, я хочу показать как прекрасен этот мир. И вот эта выставка, она посвящается всему, что мы видим вокруг себя. И у меня принцип такой, я когда-то выразил в четырех строчках. Я посмотрю, как ветер разгоняет тучи, как небо в синем отражается лесу, подмечу у создателя все лучшее и на свои холсты перенесу. Вот так и работаем. Спасибо, Анатолий Васильевич. Давайте еще раз напомним, поскольку открывается выставка, как долго можно будет приходить в музей, смотреть на ваши работы. 16 февраля в воскресенье в 12 часов открытия выставки. Ну, можно прийти чуть раньше, познакомиться с экспозицией, чтобы потом задать мне вопросы, что называется, на засыпку. Зададут вопросы, я с удовольствием отвечу. Но я проведу сам по этой выставке. Хочу еще провести всех желающих в последующие дни. Может быть, руководство музея определит какой-то день, и мы будем устраивать там вот такие тихие посиделки около картин. Но вы готовы будете сами вести экскурсию, правильно я понимаю? Да, я провожу экскурсию, рассказываю, что, зачем, почему, как рождалось произведение, с чем оно связано, какие имена, фамилии, какие события, чтобы все люди понимали, откуда это все пошло. Когда люди знают, откуда пришло, им интересно, ну и, конечно, мне интересно, если они зададут вопросы и скажут, для художника важно, чтобы заметили. Вот есть даже стихотворение, я когда-то написал, ну, в общем, наверное, сегодня не время для этого. Я прочту его для тех, кто придет потом на выставку. Сохраним интригу, встречаемся 16 февраля в 12 часов в Одинцовском историко-краеведческом музее на предюбилейной выставке Анатолия Васильевича Попова. Спасибо, Анатолий Васильевич, что сегодня были с нами. Спасибо вам, что вы помните, что вы ведете вот такую программу. Всегда с удовольствием смотрю то, что вы делаете, потому что это тоже один из видов творчества. И работа нелегкая. Спасибо, Анатолий Васильевич. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok